здравствуйте дорогие друзья как всегда я слишком поздно вспоминаю о том что у меня все-таки есть youtube канал и надо периодически хоть что-то туда снимать попал мне в руки достаточно старый ферпластовский аквариум клетка ну как клетка это очень громко сказано это по сути вот аквариум вот его размеры сверху на нем лежала металлическая сетка металлическая решетка которая служила дверью входом и все остальное также внутри стояла металлическая оля конструкция подставка домик ну и и мы уже благополучненько достали крышку я разобрала а тут вот у нас такая проблемка у на здесь совершенно вот шатается угол и вот здесь вот есть трещина ну помимо того что он до жопы засраный какая красота на фоне наглая крысиная морда сама суть я уже здесь как уже говорила сняла крышку разобрала все это дело сейчас пытаюсь вымыть и есть идея сделать либо большой хороший мышариум для цветных мышей соответственно декоративных либо же сделать большой аквариум все будет зависеть от того смогу ли я вот тот вот вредный угол по ремонтировать понятное дело мойка сушка дальше мы это все дело силиконим смотрим насколько качественно это все получится в принципе хочется сделать конечно аквариум но будем смотреть то есть далее мы теряем фокус почему-то далее все это дело будет проверяться водой если течи не будет то тогда уже будем смотреть будем думать кого заселять аквариум у меня два можно сказать не до аквариума имеется хотелось бы все это дело слепить в один и красивый до к качества видео конечно все как всегда на высоте но будем что-то делать будем как-то стараться вычищать вымывать и смотреть и так аквариум более менее вымытой и сейчас нам надо будет пройтись по вот этим вот швам зачистить их полностью от мусора если что это с внешней стороны грязь и за силиконе все это дело силикон будет использоваться исключительно аквариумный да тут грязь тоже с внешней стороны и вот таким вот путем будем это все силиконить да вот кстати говоря вот этот шов с внешней стороны здесь идет тоже зазор то есть у меня здесь по им помещается ноготь соответственно силиконить мы будем с двух сторон с внешней и с внутренней до кадры такие себе вот попробуем вот здесь вот хорошо видно зазоры между силиконом и стеклом вот этого дела до быть не должно поэтому зачищаем обезжириваем и силиконим и так для вас прошло мгновение для меня практически неделя все это за силиконе на она уже засохла до выглядит не очень красиво вот эти вот ошметки возможно будем срезать также вот это дело все выглядит внутри да это уже поверхностно но запачкалась все дело ну то такое самое главное про силиконе высохла вот здесь вот по всем четырем ребрам срезали силикон насколько это было возможно дабы оделась крышка также также про силиконе вот этот вот угол он теперь держится я не помню показывала я или нет но вот эта вот часть вот этот вот сам кусочек он вылетал напрочь то есть абсолютно свободный гуляющий конец что нам не очень нравилось здесь вот эту вот трещину мы решили не силиконить поскольку пришли к выводу что смысла в этом деле нету да сейчас это все выглядит очень грязно но в принципе силиконилась на чистую смысла почему нету потому что банально это будет не аквариум с такими вот повреждениями аквариум делать ну просто-напросто опасно поэтому мы сделаем из этого чуда мышариум да освещение шикарные на заднем плане меня три клетки с крысами которые сидят на карантине это дело все временное поэтому сильно не возмущаемся что они видите ли в маленьких объемах сидят карантин пройдет они переселятся в шикарные вольеры это дело поправимое освещение такое шикарное потому что в доме выключили свет мрази продолжают гатить по нашим теплоэнерго станции но это такое дело да и извиняюсь за маты мы тут немножечко не об этом дальше банка у нас склеена поэтому дальше дело сборки дальше наша задача установить вот эту конструкцию это у нас верхняя крышка которая на которую в принципе ложится уже сетка и века поэтому без этой конструкции нам никуда дальше на место мы возвращаем сетку сетка достаточно тоже объемная большая наша задача попасть ею во все возможные пасты которых тут также немало все сетка установлена и я заранее уже прорезала более мелкую сетку вот такая вот вот такое чудо это у нас будет накладка поскольку мы делаем мышариум а расстояние между прутками достаточно большое есть риск что эти товарищи просто выбегут по сему вырезали более мелкую сетку и сейчас ее надо будет установить но поскольку сетка достаточно противная на работу с ней на прикосновение она сатается она коллет режет руки поэтому было принято решение прикрутить ее к родной сетке и после этого засиликонить все возможные края на вот еще и один минус этой сетки сверху накладочной она у нас очень погнута и она не хочет ровно выкладываться поэтому ее по-любому надо будет прикручивать поскольку у нас кружок очемелых ручек и все материалы мы собираем из говна и палок или грубо говоря из подручных средств то и прикручивать все дело мы будем подручными средствами вот так это все дело будет выглядеть по готовности и и сверху еще две накладываются плашки которые будут фиксировать обе сетки плашки тоже достаточно длинные вот такое вот чудо это у нас металлическая насадка она вот будет ложится вот таким вот форматом на сетку точнее извиняюсь она наоборот будет ложится вот здесь зазубринка вот таким вот форматом она ложится на сетку и все это дело фиксирует но до этого момента у нас еще куча работы поэтому берем из запаса самые обычные скрепки вот такой вот формат так это у нас семьдесят восемь миллиметров скрепочка более меньше будут более хрупкими посему они для этого дела у нас не подойдут выравниваем скрепку да это все делается у меня за кадром поскольку штатив стоит таким образом что я перед камерой просто не могу находиться иначе вся эта конструкция рухнет ко всем чертям вот такая вот фигня у нас получается из обычной скрепочки и дальше наша задача перекусить это дело и закреплять уже непосредственно саму сетку поскольку работа трудоемкая и заснять этот момент я не смогу вернусь к вам уже после завершения этой работы и мы приступим к не менее увлекательному делу а именно будем силиконить края и вот такой вот промежуточный результат у нас получается здесь чуть-чуть закрепили здесь закрепили это один из ребер один из углов вот он и дальше закреп пытаюсь закрепить это все дело по центру вот тоже два крепежа и далее все это дело также будет закрепляться вот здесь потом будут прикрепляться двери перемещающиеся элементы да немного неровно вырезала но я надеюсь мы с этим делом справимся так скользящие элементы у нас дальше будут закрепляться вот таким вот форматиком четко по крышке чтобы это все дело могло ходить и также будем сажать все это дело уже на его родные элементы то бишь вот таких вот местах мы будем проделывать дырки и будем все это дело закреплять ну и опять небольшой промежуточный вариант прикрепила на три болта четвертого к сожалению нет уже он пал смертью храбрых ну вот как то так эта картина сейчас выглядит по краям схвачена проволокой тут уже у нас 6 захватов идет по 2 на каждую промежуточную часть проделаны дырки под следующие отверстия последующие закрутки и сейчас будем устанавливать сами плашки это самый тяжелый момент потому что попасть вот в эти дырочки которые я вот тут вот понаделывала но крайне сложно я надеюсь мы с этим все равно справимся да и вот кстати вот почему я хочу всю эту хрень силиконить потому что вот так вот будет постоянно а мне уже надоело что у меня все руки он пошкребанные не пойми что поэтому я все-таки постараюсь это все дело просили конить ну и опять же очередной промежуточный вариант мы установили одну плашку с матами с руганью с раздертыми руками но моим блин установили и опять же вот эти вот черти все еще находятся здесь крепежей они никуда не денутся здесь надо кстати подтянуть что насильно гуляет и вот эти вот так же промежуточные зацепы их я тоже никуда убирать не буду осталось еще поставить на вот эту вот сторону точно такую же плашку и закрепить вот гуляющие двери да это будет сделать наверное сложнее всего поскольку я еще даже и не знаю как это сделать но на процесс это трудоемкий процесс это у нас долгий но я надеюсь что то из этого да получится и так плашки закрепила один крепеж вот такой вот с другого бока у нас вылез поэтому у нас частично гуляющая плашка получилось вот эти вот дела сейчас мы немножечко подрежем вот вот этот вот так торчащий уголок подрежем и за силиконим вот с вот этой вот фиговиной я уже буду возиться чуть позже и нервов моих не хватает на это все дело ну вот так вот это все пока что выглядит он то тут кстати дальний угол вот он гад и гуляет у нас на этом пока что все ну вот мы шариума готов сетка хоть и не везде красиво и аккуратно но в принципе закреплена есть у нас две рабочие дверьки все просили конина и в принципе готова к заселению уже готовый результат покажу в видео до изначально планировала сделать его как аквариум но виду повреждений пришлось менять планы и делать из этого всего обычный мышариум ну вот и готовый мышариум пока что так дальше будем добавлять кучу всяких разных интересных тоннельчиков разных домиков да это у нас стопроцентный мальчик так что будет скорее всего размножение и будем готовиться к потомству потомство мне очень надо сейчас поэтому верим надеемся и ждем ну а пока что спасибо что досмотрели данное видео до конца пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал но и всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока